Терра Онлайн Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам бой на японском среднем танке ТИП-61 на карте Южный берег. Игрок попал вниз списка, но есть еще восьмерки, но все равно он не в топе. Много танков 10 уровня в этом бою и в общем бой довольно сложный. Это не как обычно, кто-то попадает в топ и уничтожает там ниже уровнем танки и, конечно, нагибает. Тут все гораздо сложнее. И ТИП-61 это танк картонный, поэтому ему приходится просто играть аккуратно. И тут он занял позицию для обстрела и уже нанес урон ИС-8. Дальше он решает отступить, потому что, естественно, на этом фланге помощи от союзников не дождешься и приходится уезжать отсюда. Ну, только сейчас 54-ка поехала в атаку, но опять же она тоже отступает, видя, что ТИП-61 уехал. На правом фланге все совсем плохо, там уже противники смело едут в атаку и приходится просто по ним пока что отстреливаться. Тут появляется ИС-8 с зеленой статой, но он подставляет борт и игрок его продамаживает. Заметьте, ТИП-61 уже второй раз успевает как-то вытанковать маской орудия. Вполне она довольно крепкая, раз держит удар. Ну и дальше нужно добирать ИС-8, но союзник это делает. Также засвечивается тут Т-57 Хэви. Барабанный танк 10 уровня, крайне опасный. И нужно вдвоем его как можно быстрее разбирать, пока он не подъехал слишком близко. Ну, американец отвлекся на Т-54 и разобрал ее с барабана. Теперь нужно, конечно, его забирать, пока у него КД. И японец это делает. Ну и больше, видимо, противники сюда не поехали. Они сместились в центр и ТИП начинает по ним снайперить. Там как раз светится Объект 268 и Маус, который, естественно, на такой открытой местности очень уязвим. Он никуда особо далеко не уедет и можно его дамажить. Раз за разом ТИП его пробивает и Маус уже потерял почти всю свою прочность. Его еще удалось загуслыть и еще одна дамажка проходит ему в борт. Еще и союзник ему на 520 кидает и Маус уже шотный. Также засветился тут Е-75 и он едет как раз вперед на нашего героя. Но японец стоит за кустами и поэтому его сейчас пока что не видно и он может безопасно стрелять. По крайней мере, пока Е-75 не подъедет слишком близко. Стреляет игрок коммунитивными снарядами и каждым выстрелом спокойно пробивает Е-75. Но тут он уже засвечивается, потому что расстояние слишком небольшое. Тем не менее, почти фулового Е-75 удалось тут разобрать. И это очень даже хорошо. Он теперь шотный и можно его быстренько добрать. На базе засвечивается объект 268 и вот как раз Е-75. Тип понимает, что нужно его добирать. Начинает выцеливать ему лючок и точным выстрелом попадает туда. И уничтожает немца. Ну и дальше нужно что-то делать с объектом 268. Вражеская ПТшка не попадает. И пока у нее перезарядка, Тип решает подъехать поближе. Но он не такой шустрый. И объект 268 перезаряжается и наносит 745 урона. Тем не менее, ПТшку удалось закрутить и разобрать в итоге. Пытается она еще добрать С-8, но игрок ее первым уничтожает. Еще осталось 4 противника. Т-34, Маус, Артаб, Батчат и ИС-3. Ну и вот как раз советский тяж тут засвечивается. Уничтожает он ИС-8. Союзник зачем-то полетел прямо вперед и слился. Занимает игрок шикарную позицию тут на горе. И начинает дамажить ИС-3. Хорошо, что у этого танка великолепный УВН, поэтому можно вполне удобно тут стрелять. Заметьте, снова игрок вытанковывает. Все-таки башня у него не такая картонная, как может показаться. Но, по крайней мере, маска орудия. Приехал тут Маус и кумулятивным снарядом Тип-61 его уничтожает. Но при этом отхватывает от него на 453 урона. И остается всего-то 39 прочности. И это, конечно, довольно плохо. Но, тем не менее, японец успевает уничтожить ИС-3. И осталось уже два противника. Т-34 и арта. Остается у японца совсем мало прочности. И встает он тут в кусты для подсвета. Конечно, сливаться он не хочет. Потому что и так уже 8000 урона нанесено. Но любая малейшая ошибка и бой будет слит. Потому что хп совсем мало. Встает на захват Т-34. Игрок ее продамаживает. Сразу же прячется. Т-34 промазала. Арта тоже не попала. И Тип пытается воспользоваться ошибкой Т-34. Он пытается ее закрутить. Набирает скорость. Может быть, японец не самый быстрый танк. Тем не менее, ему хватает динамики для того, чтобы закрутить Т-34 и на ходу ее разобрать. Ну и пока арта на перезарядке, она никак не может помочь. И в итоге игрок уничтожает Т-34. Сразу же прячется за гору, чтобы арта не попала. Ну и теперь нужно батчата как-то уничтожать. Ну и дальше наша СТ-шка решает подсветить центр. Возможно, батчат поедет именно тут. Хотя он может, в принципе, с любого направления сейчас атаковать. Может вообще никуда не ехать. И наоборот, ждать нашего героя в кустах. В общем, приходится самому ехать на разведку. Времени остается не так уж и много. Всего 4 минуты. И приходится действовать. Конечно, хочется победы. И поэтому тип делает все ради нее. Ну и вот, арта ставит на захват. В принципе, это хорошо, потому что она выдала свое местоположение. И, возможно, удастся первым по ней выстрелить. Но проблема заключается в том, что если арта хотя бы рядом попадет с нашим танком, то, скорее всего, она его уничтожит. Это будет обидное поражение. Тип начинает просвечивать базу понемногу. И вот он засвечивает арту. Она смотрела на центр. Не удалось ее с первого выстрела уничтожить. Возможно, стоило зарядить фугасный снаряд. Но арта все равно смотрела на центр. И сейчас приходится опять ее обходить с этой стороны, чтобы как можно более непредсказуемо действовать. Но арта снова встает на захват. Видимо, игрок еще хотел попробовать захватить базу по советам союзников. Но это совершенно плохая идея. И никогда она не увенчается успехом. Скорее всего, арта находится где-то справа за горой. И тип подъезжает ближе, чтобы ее подсветить. Но пока что ее не видно. Тем не менее, она где-то тут должна быть. И вот она стоит в кустах. Но тип не успел по ней попасть. Она отъехала. Дальше он понимает, что слишком опасно на нее выезжать сейчас. Но времени остается всего-то 40 секунд. Он пытается залезть тут на гору. Но у него не получается. И он уже напрямик едет. Потому что времени уже больше нету на раздумье. Он выезжает, засвечивает арту и моментально уничтожает ее. Итак, посмотрим на результат этого боя. Медаль Фадина. Защитник. Основной калибр. Танкист-снайпер. И воин. 9 965 урона. Игрок нанес и уничтожил 7 танков. Получил 1919 опыта. Если не считать спремом. И нафармил даже 42 тысячи серебра. 2878 опыта получил спремом. И даже смог натанковать 1270 урона. Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. И ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok